Санкт-Петербург День открытых дверей в СПБГУ День вопросы, новые знакомства, а еще и кое-что необычное, как в этот раз, например, химическое шоу. Магистранты и студенты старших курсов рассказали ребятам о своей загадочной науке и показали некоторые опыты. Их, видимо, они уже успели освоить за время обучения. Кстати, определиться с будущей профессией абитуриенты помогли психологи. У ребят была возможность пройти специальные тесты, узнать что-то новое о своих личностных качествах и получить консультацию специалистов. Была замечена следующая тенденция. Конечно, тут очень сложно спорить, что девушки у нас более эмоционально направлены, юноши более социально, на статус социально направлены. Это одно. А второе, это то, что девушки, конечно, в большей мере гуманитарии. Получить ответы на все вопросы абитуриенты и их родители смогли во время выступления начальника управления по организации приема Александра Бабича. Он рассказал об учебных программах, реализуемых на базе СПБГУ, о преимуществах образования в университете, о тонкостях поступления и о нововведениях следующего года. В 2018 появится 8 новых программ бакалавриата, 29 магистратуры и 1 специалитета. Кстати, подавать документы на них станет намного удобнее. В этом году, в отличие от прошлого года, университетам принято решение о приеме документов на программу бакалавриата и специалитета в электронно-цифровой форме через портал личный кабинет поступающего. Таким образом, у наших абитуриентов появляется возможность не приезжать в университет, не посылать почтой документы, а просто их подать через наш новый электронный сервис. И поступить в университет сегодня стало гораздо проще. Существуют специальные онлайн-курсы, летние школы, лекции, мастер-классы и многое другое, что помогает поступающим получать еще больше необходимых знаний и уже точно определяться с выбором будущей профессии. К тому же сейчас СПБГУ во многом ориентируется на рынок труда и активно привлекает работодателей к участию в образовательной деятельности. А это значит, что у студентов появляются и практические навыки, и профессиональное мышление, и новые перспективы развития. То, чему учить, что востребовано и какие специалисты будут, соответственно, востребованы, сейчас, чтобы, обучаясь, студенты нашего университета получали такие компетенции, которые будут востребованы, и чтобы не было никаких проблем и вопросов с трудоустройством на самые престижнейшие профессии наших выпускников. И, наконец, немного о самом поступлении. Документы можно будет подать в пять вузов на три направления подготовки. Причем, если есть желание попробовать поступить как на бюджетную, так и на платную основу обучения, то можно выбрать оба варианта, и это будет считаться как одно направление. Личные достижения максимально смогут составить 10 баллов. За золотую медаль предполагается 3 балла, за значок ГТО – 1. Волонтерство и результаты итогового сочинения никаких привилегий не дадут, зато, как всегда, очень важны Олимпиады, ведь участие, а тем более победа в них – залог успешного поступления.